Украинская столица 11.00 в эфире выпуск новостей о главном к этому часу. Семь раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Трижды использовали запрещенное минскими соглашениями оружие минометы, в том числе и тяжелые. Боевики применили в районе Крымского и Новотошковского. На других рубежах вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По данным украинской разведки, четверо оккупантов были уничтожены, трое получили ранения. С полуночи зафиксирован один обстрел в районе Гнутова, рассказал ЮАИ-ТВ представитель пресс-центра операции объединенных сил Николай Блонар. В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных из гранатометов, различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Гнутова на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет. Танки, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, авиация и боевые машины-пехоты. Украинская армия получила более 200 единиц военной техники и вооружения. Сертификаты руководителям подразделений вручил президент Петр Порошенко. Обновленную технику видел и наш корреспондент Виталий Бакуменко. Более 200 единиц модернизированной и отремонтированной техники передали украинским военным. Год над боевыми машинами трудились специалисты из Укроборонопрома. Поменяли старые детали и установили более современные приборы. Просто машину. Просто машину, грубо говоря, перебрали и собрали снова с новым мотором, с новой пушкой. Устранили старые недочеты, которые были. Ну а в этом танке поставили тепловизоры и ГПРС. На аэродроме выстроены артиллерийские системы, танки, вертолеты и транспортный самолет. После ремонта военным передали и два зенитно-ракетных комплекса С-300. Ну таких серьезных модернизаций не было. Единственное, что некоторые отдельные элементы в самом комплексе заменили. Но я, насколько знаю, еще будут и дальше модернизироваться. Зенитно-ракетный комплекс С-300 предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов военных баз. Это мощное оружие для отбивания воздушной атаки, будь то истребители или даже баллистические ракеты. Всех очень интересует всегда, сможет ли Украина отбить российскую атаку с воздуха. Я всегда так говорю. Беды большой наделают, да. Но летать, как в Сирии, тут точно не будут. В следующем году финансирование армии увеличится на 16 миллиардов гривен. Всего на вооруженные силы Украины в бюджете выделено более 102 миллиардов. Это открывает новые возможности для покупки и модернизации вооружения. Сегодня мы видим, украинская армия нарастила свой потенциал и является гарантом украинской независимости. Мы способны себя защитить. У нас есть для этого абсолютно все необходимое. И еще одно очень важное. На сегодняшний день мы резко сократили возможное влияние Российской Федерации на ситуацию внутри Украины. Отремонтированная и обновленная техника после испытаний на полигонах и в случае обострения ситуации на востоке Украины будет готова в любой момент выдвинуться на передовую. Виталий Бакуменко, Александр Бугай, UATV 10 миллионов долларов на укрепление военно-морских сил выделят для Украины Соединенные Штаты. Об этом говорится в заявлении американского госдепартамента. Такое решение приняли из-за нападения России на украинские суда. Соединенные Штаты призвали Москву вернуть Украине удерживаемые корабли и их экипажи, а также открыть Керченский пролив и Азовское море для свободного прохода кораблей в украинские порты и из них. Американское правительство приостановит свою работу. Накануне законодатели не смогли договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на чем настаивает президент Дональд Трамп. Эту инициативу поддержала Палата представителей, где большинство республиканцы, однако, заблокировали демократы в Сенате. Шатдаун затронет четверть федеральных учреждений, в частности Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности и Минюст. По предварительным оценкам, почти 400 тысяч госслужащих отправят в неоплачиваемый отпуск до принятия бюджета. Обе палаты Конгресса планируют возобновить работу в полдень 22 декабря. Наша великая страна должна охранять свои границы. Мы не хотим, чтобы здесь были те люди, которые не должны находиться в стране. Мы хотим, чтобы они въезжали легально. Мы ничего не можем сделать, потому что нам нужны голоса демократов. Двух подозреваемых в запуске дронов над аэропортом Гатвик задержали британские правоохранители. Имена задержанных и другие подробности пока не разглашают. Второй по загруженности аэропорт Великобритании не работал более суток из-за злоумышленников, которые запускали дроны над взлетными полосами. Впервые беспилотники заметили 19 декабря. По соображениям безопасности аэропорт закрыли. В результате более 120 тысяч человек не смогли улететь. Согласно британским законам, дроном запрещено приближаться к аэропортам ближе, чем на километр. 62 человека ранены, 13 задержаны в результате протестов в Барселоне. Десятки тысяч каталонцев вышли на улицы в пятницу в знак протеста против выездного заседания правительства Испании в Барселоне. Они требовали от официального Мадрида отпустить политических заключенных и предоставить независимость Каталонии. Демонстрации переросли в столкновения с правоохранителями. Протестующие блокировали дороги, забрасывали полицейских булыжниками. В ответ силовики разгоняли толпу палками. Всеукраинский форум «Беспечна Краина» стартует сегодня в Киеве. Как заявляют организаторы мероприятия, данный форум – это не только лекции и панельные дискуссии, но и серия практических занятий. Подробнее узнаем у корреспондента UITV Игоря Меделяна. Коллега, добрый день. Кто примет участие и какая программа форума? Тебе слово. Стас, приветствую тебя. В первую очередь сюда сегодня съехались представители молодежи. Это школьники, студенты из разных регионов Украины. Это несколько сотен молодых людей, которые сначала принимают участие в сессиях, в которых участвуют в первую очередь спикеры уже более старшего поколения. Украины сейчас в данный момент принимают участие в обсуждении различных гибридных угроз со стороны Российской Федерации для Украины. Исполняющие обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, в том числе и представитель генерального штаба, общественных организаций. В первую очередь речь идет о том, как в нынешних условиях Украина, в том числе и молодежь, молодое поколение могут противостоять гибридным угрозам. Ведь война России против Украины идет не только на фронте, а в том числе и в информационном и также общественно-политическом спектре. Кроме того, сегодня уже ближе к вечеру, после того, как теоретически, скажем так, курс обсуждений закончится, молодые люди перейдут уже к практической части, будут обговаривать различные ситуации, моделировать их, работая в отдельных группах. И, кроме того, будут учиться предоставлять в том числе и медицинскую помощь. Общаюсь с представителями различных спасательных служб, с волонтерами-спасателями, а также с представителями полиции. Стас. Спасибо тебе за подробности. Это был Игорь Меделян. Всеукраинского форума «Беспечна Краина», который сегодня стартует в Киеве. Евротур по-украински. Команда проекта «Ukraine Now» отправилась в путешествие по европейским столицам. Цель – рассказать европейцам о современной Украине и показать ее с помощью виртуальной реальности. Первую остановку сделали в Варшаве. Логотипы в цветах украинского флага в центре Варшавы сразу привлекают внимание горожан. Сегодня здесь говорят об Украине. И каждому желающему предлагают на несколько минут перенестись в страну. Вы можете с помощью шлема виртуальной реальности оказаться в любой точке Украины. Начиная от Крещатика и кончая Карпат и Закарпать, Одесса и Черного моря. Мы сейчас будем ходить по улицам и предлагать местным жителям на секундочку оказаться на территории Украины. Мы хотим показать самые интересные, самые любимые и живописные места Украины. В презентации десятки виртуальных маршрутов. Какой уголок Украины исследуют надевшие специальные очки, окружающие не знают. Но по улыбкам на лицах становится понятно. Прогулка нравится. Презентация очень классная. Мне очень понравилась виртуальная реальность. Ты не просто смотришь фильм, но можешь почувствовать, как передвигаешься по другому городу. Шлем виртуальной реальности можно синхронизировать со смартфоном. Фотографии из путешествия опубликовать в соцсетях. Следующие остановки Ukraine Now Евротур сделает возле Бранденбургских ворот в Берлине и на площади мира в Праге. Варвара Миронкова, Юрий Бонахевич, Игорь Антонюк, UATV И единственный в мире орангутанг-альбинос по имени Альба теперь в дикой природе. Обезьяну привезли в Национальный парк Индонезии. В 2017 году работники фонда спасения орангутангов Борнео вызволили Альбу из клетки браконьеров, после чего вылечили ее. Почти год животное проходило курс реабилитации, в том числе ее учили не проявлять агрессию к людям. Обезьяны, плохое зрение и слух. Чтобы сотрудники заповедника всегда смогли ее найти, к Альбе прикрепили электронный датчик. К этому часу пока что все больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала UATV.UA Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok